Странная дискуссия вокруг наличия или отсутствия необходимости ужесточать продажу алкоголя в Магаданской области никак не утихает. Михаил Лихолобов, консультант отдела лицензирования розничной продажи алкогольной продукции регионального правительства, настаивает на мерах, которые, с его же слов, приведут к закрытию в Магадане шести точек общепита. Из них только четыре можно условно отнести к называемым наливайкам. Но два предприятия – нормальные бары, что почему-то никак не меняет позицию и мнение чиновника. Также появились иные инициативы, объединенные одним и тем же посылом. Колымчане – самые пьющие люди в России. Поэтому главный способ помочь им – поскорее что-нибудь запретить. Мы предлагаем внести изменения и установить запрет для розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах, располагающихся в многоквартирных домах или прилегающих к ним территориях, в случае, если зал обслуживания посетителей составляет площадью менее 100 квадратных метров. В молодежном центре состоялось заседание рабочей группы Общественной палаты региона, темой которой вновь стало обсуждение новых антиалкогольных инициатив. Впервые в региональной дискуссии приняли участие представители бизнес-сообщества Дальневосточного федерального округа. Как оказалось, предлагаемая Михаилом Лихолобовым нижняя планка площади торгового зала в 100 квадратных метров для точек общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах, продающих алкоголь, абсолютно не соответствует практике в других регионах Дальнего Востока. Как указали участники встречи из других субъектов, в России уже сейчас принято такое количество ограничений в отношении производства, продажи и рекламы, например, пива, что положение дел в отечественной отрасли невозможно сравнить ни с одной другой страной мира. При этом даже представитель ОМВД России по Магаданской области достаточно неопределенно высказался относительно перспектив влияния обсуждаемых мер на желаемый результат – борьбу с наливайками. Законопроекты не ранее. В принципе, все, что здесь написано, все было понятно. Ограничения, вводимые на территории области, предполагаемые введения, возможно, и будут иметь положительный результат. Я говорю сейчас насчет наливайок. От областных чиновников прозвучала и претензия к мэрии областного центра по качеству отзыва на законопроект. Просто написать положительный отзыв или отрицательный, я считаю, что этого недостаточно. И в том числе, например, в мэрии города Магадана я знакомилась с отзывом и непосредственно по проекту многоквартирных торговых, да, в многоквартирных домах. То есть мне такое ощущение, что в отзыве даже нет понимания о том, что на действующий бизнес это не распространяется. Однако далее спич оратора многих просто удивил, создав впечатление, что чиновник просто не погружен в тему многолетних публичных дискуссий на различных площадках городской областной общественных палат, а также общественных обсуждений по инициативе самого крупного муниципалитета региона. Кроме того, хотелось бы понять, есть ли у нас отзывы общественных организаций и представителей делового сообщества. То есть если обсуждения были, то есть есть ли какие-то непосредственно конкретные предложения, критика или положительные, или отрицательные отзывы на сегодняшний день. Если их тоже мы не владеем этой информацией, я думаю, тоже нам надо этот круг расширить и обратиться к деловому сообществу, чтобы они свою точку зрения высказали непосредственно, как вот сейчас коллеги с нами участвуют в ВКС. Мнения общественников в основном были против законопроекта. Вот понимаете, вот мы их сейчас закроем, комплекс, на же мы не работаем, уйдет все в теневую продажу. Таксисты начнут продавать с этих наливаний. Общественный представитель АСИ по Магаданской области в части предпринимательства. Хочу сказать, что мы будем биться за каждого предпринимателя в это непростое время, чем бы он ни занимался, поскольку это налоги. Давайте сразу вещь называть своими именами. С алкоголя отличные поступления идут в бюджет, в том числе в Магаданской области, с легальной продажей. Поэтому вопрос о том, что существует линейная зависимость между объемом проданного алкоголя и привычками бытовыми населения, в это я не верю сразу и во веки веков. Я участвовал в прямых линиях на телеканалах, где вот эти все хамзаевскую лукавую статистику, мы там ее упрокидывали просто очень легко и непринужденно. То есть в этом плане, так как мы самый пьющий регион, вот в этом даже не надо никому тут лукавить. Конечные решения по данному вопросу будут принимать депутаты Магаданской областной думы. Есть надежда, что подобные общественные дискуссии помогут кристаллизовать мнению гражданского общества, которое в свою очередь будет ожидать от власть имущих обязательного учета интересов всех людей бизнеса и государства.